Коммунальные службы города, минувшей ночью, мобилизировали свои силы, чтобы устранить последствия снегопада. Первоочередное внимание к объектам социальной сферы. Дополнительно губернатор поручил обеспечить подходы и подъезды к железнодорожным станциям. По ночи сработали в полном объеме. Ту задачу, которую я ставил вчера на вечерней оперативке, по линии вывоза снега, это порядка около 7600 тонн. Мы вывели снега за сутки. На день ставим задачу, это обязательно пробить все выезды квартальные, дворовые проезды, где сформированы валы, чтобы были обеспечены заезды в квартальные территории. Жители просят не пользоваться личными автомобилями без острой необходимости. Движение общественного транспорта обеспечено на 100%. Владимир Василенко утром провел оперативное совещание в ТТУ и поручил расчистить трамвайные пути, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. Днем в уборке улиц города задействовали 300 единиц техники и 155 дорожных рабочих. Их задача обеспечить расчистку остановок общественного транспорта, тротуаров и пешеходных переходов. Сегодня на территориях города работает 391 единица техники и 3412 уборщиков территорий. Дополнительно выведен персонал и техника, привлеченная дорожниками и районами. В том числе для обеспечения должного состояния проезжих частей, тротуаров и других элементов уличной дорожной сети. Вместе с дополнительными ресурсами задействовано 174 машины и 224 дорожных рабочих для расчистки вручную. В связи с потеплением на участках ведутся активные работы по поддержанию сетей дождевой канализации в рабочем состоянии. Мы работаем в любую погоду. Самара больно не балует. Вот последние недели у нас погодой особое внимание сейчас уделяем очистке проезжей части дорог, приладковой части дорог. И сейчас потеплело, нулевая температура, открываем дождеприемники, чтобы вода уходила в дождеприемники, не скапливалась на дорогах и не мешала проезду. Дворовые и внутриквартальные территории расчищали порядка 2900 дворников и 172 единицы техники. Первые лица районных администрации обязаны вести личный мониторинг за состоянием подконтрольных территорий и координировать работы всех профильных служб. Глава Октябрьского района Самара Александр Кузнецов лично объезжает дворы, чтобы следить за работой по расчистке внутриквартальных проездов. У нас на системной основе поделен район на квадрат, и за каждым закреплен управляющим микрорайоном он отслеживает состояние двора на текущий момент. Как крыши выглядят, почищен ли двор, выходы из подъездов, очищена ли территория возле контейнерной площадки. Ежедневно управляющие компании очищают кровли домов. Резкое потепление вызывает образование сосулек на скатных крышах. В Октябрьском районе их убирают 15 бригад по 3 человека. Крышу дома номер 23 на проспекте Масленниково чистили всего день назад. Но из-за обильного снегопада сегодня процедуру приходится повторять. Соблюдение техники безопасности при выполнении таких работ – обязательное условие. Чтобы случайно не травмировать жителей дома и прохожих, места работы огораживают сигнальными лентами. Там, где нет возможности их закрепить, выставляют барьеры. К помощи промышленных альпинистов в Октябрьском районе не прибегают. Управляющие компании справляются с собственными силами. Наши сотрудники работают с рациями, в жилетах, в касках, в ремни безопасности привязаны. Где нужно АГП, где есть возможность чистки без АГП, где стоят сграждения на кровле, там без АГП чистят. Управляющая компания, которая обслуживает 23-й дом на проспекте Масленниково, недавно сменилась. О работе сотрудников старшая по дому отзывается положительно. Говорит, оперативно реагирует на сообщения жильцов. Буквально вчера я обратилась в управляющую компанию, плюс параллельно в администрацию района обратилась через соцсети, чтобы они проконтролировали процесс. И уже сегодня у нас чистят снег и во дворе, и с крыши, что очень приятно. Алена Филимонова рассказывает, при расчистке внутриквартальных проездов есть сложности с припаркованными автомобилями во дворе. Эту проблему решают при помощи создания групповых чатов в мессенджерах. Там предупреждают жильцов о предстоящей уборке территории. Мониторинг обращений граждан в социальных сетях ведет Центр управления регионом совместно с Муниципальным центром управления Самары. Ни одно сообщение не остается без внимания. На последнем оперативном совещании губернатор Самарской области поручил всем главам муниципалитетов, муниципальных районов особое внимание уделить очистке снега с крыш, домов и социальных объектов. В Центр Самарской области за последнюю неделю зафиксировал 60 сообщений в соцсетях на эту тему. Оперативно передается эта информация в муниципалитеты к отработке. Мы контролируем это. Сергей Рыжиков напомнил собственникам помещений, что они самостоятельно обязаны следить за состоянием козырьков, балконов и креплений кондиционеров, а также своевременно очищать их от наледи. Максим Магомедов, Николай Епифанов, События.